Трудно-трудно будет после Доктора Наута рассказывать, особенно про звезды, но давайте поговорим немножко про что-то внеземное, про жизнь звезд. И очень жаль, но сегодня, когда кто-то из вас будет набирать, я не знаю, в интернете про жизнь звезд, высветится будет что-то такое, но сегодня давайте поговорим про реальные звезды, которые мы привыкли видеть не на земле, а в небе. Каждый из вас наверняка увидел что-то такое прекрасное над своей головой, особенно когда в загорном находке. Вот такие вот эти светящиеся объекты в основном, они из себя представляют такие ужасные, большие, сферические шары, такие плазменные, которые изучают этот свет. Они, любые звезды, они намного раз больше, чем все планеты, любые планеты, то есть они намного больше, чем планет. И они, вот эти вот объекты, имеют собственное тепло и собственную энергию, из-за чего, естественно, они излучают. И как, например, мы наблюдаем города, например, в пустынях, в темной, вот этой лучшей вселенной, вот этой темноте, светятся вот такие объекты, так называемые галактики. Вот в этих вот галактиках светятся наши звезды. Вот здесь вы видите разные спиральные галактики, а вот в центре фотография того же самого Хаббла, которого уже упомянули, это такой глубокий обзор. И вот каждая точка здесь, это уже отдельная галактика. И вот каждые галактики находятся в большое количество звезд. И я постараюсь сегодня, да, доклад сделать такой чуть-чуть интерактивный. Давайте, чтобы вы не спали, буду какие-то вопросы задавать, очень легкие. И, например, кто может сказать, сколько звезд, например, в нашей галактике? Мы все знаем, что мы живем в галактике, которую называется Млечный Пусть. Кто примерно скажет, сколько звезд? Сот триллионов. Сколько? Сот триллионов. Сто триллионов? Да. Нет, это слишком много. В реальности по разным оценкам. Сто миллиардов. Да, их реально где-то сто-четыреста миллиардов. Точно никто ничего не посчитал, но их очень много. И таких галактик во все лето миллионы. То есть представьте, вы можете просто представьте, сколько звезд вообще в галактике находятся. Но давайте сегодня поговорим немножко про то, как вообще эти звезды рождаются. Они же не возникают или за откуда-то. Как они умирают. И почему мы все, которые вы здесь сидите, и вообще человечество, и все остальное, что мы наблюдаем, вообще обязаны своим существованием звездам в реальности. И давайте начнем с того, где все это начинается. Вот такие вот прекрасные рисунки. Они тоже сделаны Хабблом. Но, может, разные это комбинации Хабблов и других атернаторий. Но, вот, например, в центре, вот, вы видите, столпы творения. Они так называются, потому что там реально происходит сейчас звездообразование. Это регионы звездообразования. Это газопылевые облака. Очень густые. Во Вселенной их миллионы таких зон, где образуются звезды каждый день. И вот в таких вот... Это такие звездные ясли. В них образуются звезды из газа и пыли. Кто скажет, какой газ, какое вещество самое распространенное во Вселенной? Самое легкое. Да, да, правильно. Вода. И вот в этих облаках превалюрирует водород. Атомарный водород. Из него и сформируются все звезды. И этот компонент является очень-очень важным. Мы помним, в таблице Менделеева водород стоит в первом месте. Все тяжелые элементы, которые уже... Которые тяжелее-тяжелее водорода, ставят ниже. Чем мягче элемент, тем он находится выше. И водород очень важен тем, что он самый распространенный элемент во Вселенной. И он является причиной того, что вот в этих облаках формируются звезды. Потому что он очень простой. И со временем вот эти облака... Для нас это очень большие времена, но для звезд это очень короткие промежутки времени. И за сотни тысяч лет, или иногда за миллионы лет, формируются звезды. Ой. Это можно... Правда. Двигаясь, да? Да. Формируются звезды и... Ладно, интегра пошла. Формируются звезды и это все происходит за счет силы, которую я вам показал уже. Это очень важная сила во Вселенной. Она называется гравитация. Вот за счет вот этой гравитации вот эти облака сжимаются. И вот это все вещество, пыль, газ, вот здесь вот показано. Вот у нас есть какое-то облако какого-то вещества, водорода. Оно из-за каких-то причин начинает коллапсировать. Начинает под своей гравитацией вот этот газ, пыль, все начинает коллапсировать. И в центре начинается подниматься, подниматься температура из-за того, что начинают они сближаться, плотность увеличивается. Начинают образоваться какие-то очаги, где именно формируются звезды. В итоге начинает вот это все крутиться за счет того, что энергия и угловой момент и все остальное должно сохраняться. Формируется вот такой диск. Это называется такой протозвездный диск. В центре этого диска начинает формироваться такой объект, как протозвезда. Температура там начинает расти, начинают происходить разные реакции, начинают выходить такие вот джеты. Это все очень трудно наблюдать, потому что вот эти облака, которые я перечислил, они очень холодные. Они минус-минус 200 с чем-то градусов Сельсия, если представить. Они очень холодные и они практически не излучают вот это все время. И очень трудно наблюдать, как формируются звезды. Это очень важная задача. Мы не до конца представляем себе, как они планируются. Это все модели. Никто прям явно не видел, как это все происходит. И в конце, в итоге вот из этого диска, как из нашей Солнечной системы, вы видели, как в диске, в эктриптике кружатся планеты, образуются планеты со временем. Кто-то вылетает, кто-то прилетает. В общем, примерно вот это выглядит вот так вот. Да, вторая анимация не включилась. Ну вот, чтобы явно показать, как это происходит, может это тоже случится. Вот это вот облако, из таких облаков, которые очень массивные, которые бывают сотни масс Солнца, это просто газ, который намного сотни раз массивнее, чем наше Солнце. Из него могут, или тысячи раз больше, из него могут формироваться сотни или тысячи звезд. Вот, да, извините. Вот. Чтобы более наглядно показать. Та анимация, которую мы делаем, это наши коллеги делают за границей. Там, там более детально будет показано, как он не двигается, но, конечно, это диск. Вот те, которые маленькие, такие точечки, это они будут образоваться планетой. Здесь примерно вот вы видели, как температура и плотность растет, и в центре будут формироваться, будут формироваться звезды, и они будут кружиться вокруг друг друга, будут улетать, будут прилетать. И это все очень-очень красочно, вот видите, точки, которые сформировались, это в будущем будут какие-то звезды, как наше Солнце или как больше, чем наше Солнце. В общем, происходит что-то очень красиво. Но, к сожалению, времени нет, все это посмотреть. И это все происходит в процессе вот этого всего. Появляется такое явление, как термоядерная реакция. То есть, вот облако сколлапсировало, в центре начинается подниматься температура. И температура поднимается до такой степени, до нескольких миллионов градусов в центре, что вот этот атомарный водород, он начинает так быстро двигаться, что они начинают просто сталкиваться друг с другом и начинают формировать атомы гелия, у которых есть два протона. У водорода есть один протон. Они начинают сталкиваться и формируют гелий. И во время вот этого формирования выделяется энергия. Вот так как масса большая, каждое столкновение выдает какую-то часть, ну, маленькую энергию, но масса большая, получается огромное количество энергии. Вот это и лежит вот в основе звезды. Это и делает звезду звездой. То, что в недрах ее происходит термоядерная реакция. И она, у нее есть свой источник тепла, у нее есть свой источник света. После того, как звезда уже сформировалась, мы помним, из-за гравитации ее... Она сформировалась за счет гравитации. Ее сжала гравитация. И после этого гравитация не сдается. Она все равно хочет сжать звезду дальше. Это как скалолаз, знаете, поднимается на скалу. Он цепляется на все, что угодно, чтобы не упасть. Вот так же. Так же. И у нас мы можем, будем представлять гравитацию, как какую-то темную силу. Она создала звезду, и она же хочет ее уничтожить. И вся жизнь звезды будет просто борьбой с гравитацией. А у нее есть в недрах, я в игре, какая-то сила, которую термоядерная реакция дает. И вот эта сила противодействует тому, чтобы гравитация ее сжала и ее убила. Вот вся ее жизнь будет вот такой борьбой. Бывают звезды разные, конечно. Вот тут очень явно представлено, каких они могут быть размеров. Если кто не заметил, наше Солнце где-то там в центре, просто тут не очень видно. Вот, вот наше Солнце. Его практически не видно. Тут все по размеру. И звезды бывают вот разных размеров. Вот эта вот звезда, которая в созвездии щита, она в нашей галактике считается самой большой. В такой звезде поместится примерно 5 миллиардов наших звезд, наше Солнце. То есть она реально огромная, очень большая. Бывают звезды разных размеров. Бывают намного больше, как мы видим, и бывают намного меньше, чем наше Солнце. Солнце такое средняк. Наше Солнце класса G, оно считается желтым карликом. Но бывают звезды намного горячее. Они бывают класса O, B. И намного меньше класса K, M, M считается красными карликами. Они очень маленькие, очень компактные звезды, которые так получилось, что из-за коллапса вот этого облака им не досталось много материи. И они стали такими маленькими. И такими остались. Вот эти вот звезды населяют где-то 80% всех звезд во Вселенной. Они очень распространены. И их очень трудно заметить, потому что они очень тусклые. И вот к классу такой же звезды относится самая близкая к нам звезда, не считая Солнца. Может кто-то знает, как она называется? Проксима Центавра в системе Кентавра. Вот она вот красный карлик, ее очень трудно заметить, так как она самая близкая после Солнца. Поэтому мы ее очень давно уже заметили и изучаем. Но таких звезд вы не увидите невооруженным глазом, когда смотрите на ночное небо. Вы в основном видите такие очень большие яркие звезды, как, я не знаю, Сириус или другие гиганты. Давайте немножко поговорим про цвет звезд. Вы заметили, что большие такие массивные звезды, они такие синие, белые, белого цвета. Иногда, может, на небо смотрите и видите какие-то желтые, красноватые объекты. Вам это не кажется? Они реально на глаз кажутся разных цветов. Но звезды, они испускают излучение, как черное тело. Чернотельное излучение, самый такой явный вид, ну, то есть, пример показать, что такое черное тело, это просто взять уголь, неважно чего, от дерева оставшееся, или что, просто разогреть. И он будет испускать свое излучение вот в таком вот виде. И то же самое происходит со звездами. То есть, в принципе, если не считать всяких деталей, если взять уголь такой же температуры, как и температура поверхности звезды, и взять спектр излучения его, то вы не отличите, это уголь или звезда. То есть, они одинаково испускают излучение. В принципе, и от того, на какой диапазон частот попадает пик вот этого излучения, исходя из этого, получается звезды разного цвета. Если попало на красную область, значит, она холодная, значит, она красная. Если попало на синюю область, значит, она синяя. Но, к сожалению, вот эта область, которую мы видим, которая может видеть наш глаз, она очень маленькая, узкая. Вот вы видите, вот весь диапазон спектра, от гамма лучей до длинных, на волну радио, радиоволн. Мы видим, наш человеческий глаз видит очень узкий промежуток спектра. И звезды в разных спектрах будут иметь разный вид. Вот то же самое с нашим Солнцем. Наше Солнце выглядит для наших глаз, вот третье, сверху, вот слева, в котором желтый, желтый просто, желтая звезда. Но в реальности в других спектрах, вот посмотрите, как она выглядит, разные цвета и вообще разные части светятся. Потому что, например, в рентгене будет видно уже очень-очень горячие места, где продуберанцы вот эти, где уже магнитное поле дает о себе знать. А если просто смотреть невооруженным глазом, оно как шар, и просто видны пятна на нем, и все. С другой стороны, те же самые наблюдения только в нашем диапазоне, видимом диапазоне, дает очень много интересного про звезду. Вот это, вот слева картинка, это отпечаток пальца нашего Солнца. Или код его ДНК, или как, назовите, как хотите. Видите штрихи, такие черные линии, это, они, они не случайно появляются. Вот на такой, на таком спектре звезды, когда, когда снимаю спектр звезды, это, это как штрих-код на продукте, вы видите, и он, он что-то обозначает, это же не случайно такой штрих-код произойдет. Ну, поэтому штрих-коды можно, например, сказать, где продукт произведен, или когда он произведен, я не знаю, что там скрывается в этом штрих-коде. То же самое и со звездами. Вот, сделав, сделав вот такой рисунок спектра звезды, вы можете сказать, например, какие вещества там находятся, как далеко она находится, с какой скоростью она двигается, какая масса у нее. И много, очень много характеристик можно узнать про звезду, просто наблюдая ее спектр. Потому что мы не можем просто потрогать звезду, или как другие, другие области науки делают, я не знаю, провести какие-то эксперименты вживую на звезде. Мы просто можем наблюдать. Они, они очень далеко, и они очень такие капризные животные. С ними очень, очень нетрудно. Очень трудно как-то. И раз мы обсуждаем, каких они бывают размеров и цветов, то давайте вспомним, наверное, самую известную диаграмму в астрофизике, если не надо соврать, коллеги. Это диаграмма Гершпунга-Рассова. Вот две поясницы астрофизика. Они, вне зависимости от друга друга, нашли такую зависимость, когда берете температуру звезды от ее светимости, то получается вот такая вот зависимость. Получается вот такая последовательность, которая называется главной последовательностью. Вот эта последовательность очень само по себе интересная, что звезды ложатся на такую линию, когда у них разные размеры и разные температуры. Почему? С чего бы? Оказывается, звезды формирулись, они начинают двигаться на этой диаграмме, и когда формируется уже сама звезда, после этого порта звезды, они останавливаются на вот этой линии, и там и в основном проводят свою жизнь. Кстати, про жизнь звезд, их жизнь очень интересна тем, что они на протяжении практически всей своей жизни не меняются. Это как если бы мы, как если бы взять звезду и как человека, если бы человек родился, и после четырех лет он практически не менялся бы, и, скажем, ему стукнуло 75, и он за 3-4 года постарел резко и умер. Очень трудно наблюдать вот такие объекты, которые не меняются со временем, и пойти скажи, сколько лет этому человеку, который после четырех лет не менялся, ему 30, 50 или 60, или он завтра умрет. Вот то же самое происходит со звездами, они находятся вот на этой линии, и они меняются, там и там и находятся. То же самое происходит в нашем Солнце, кстати. Я побольше поговорю про это, но вы видите, тут есть и другие ветви, супергигантов, которые про ту звезду, которую я сказал, она красный супергигант. Или ветви гигантов, есть такие области, где находятся кардики, белые кардики, красные, коричневые, разные кардики бывают. Они лежат, да, ну, звезды, про людей, про людей, про людей. Солнце, наше Солнце находится донором. Оно где-то в центре, видите, вот эта область мер, маленьких звезд, вот эта область массивных, больших звезд. И по этой диаграмме очень можно, можно судить по его возрасту, до сих пор, потому что прямых методов определения возраста с гиздинь нет. Просто на этой диаграмме точно поставились, говорят, типа, какого она примерно возраста. В плане звезд, вот если, в плане наблюдений звезд, очень, и в жизни, очень важную роль играет их размер. И самой, самой важной компонентой является масса звезды. Она и решает, вот эта масса звезды, масса звезды решает, какова будет дальнейшая жизнь звезды. После того, как она сформировалась, вот она набрала какую-то массу, и это является основным фактором того, как она проживет свою жизнь и как долго, главное, ее проживет. Это очень, очень странно, но большие звезды живут очень, очень коротко. Вы скажете, почему? Они большие, они должны, у них масса большая, большая энергия, должны сжигать, вроде, дольше. Но это как, как игру в казино, который пришел с большим кейсом денег и все поставил на кон, и проиграл, и все, и ушел. Или, с другой стороны, если вы пришли, я не знаю, и играете, делаете маленькие ставки, иногда и выигрываете, иногда и проигрываете, но вы продержались за столом очень долго. То же самое происходит со звездами. Они, как большие звезды, они очень быстро сжигают все, что у них есть, они за миллионы лет сжигают все свое топливо и умирают. Про смесь поговорим чуть попозже, но давайте сначала на примере нашего Солнца посмотрим, как живут звезды. Вот наше Солнце, точно не скажу в каком диапазоне, но примерно вот так выглядит наше Солнце для нашего глаза. Ему 4,5, по разным оценкам 4,7, скажем, 5 миллиардов лет. Так сразу не скажешь, что ему 5 миллиардов лет, но ему реально 5 миллиардов лет и она, ну, она, оно, я не знаю, звезда, Солнце находится в середине своей жизни, такая, в расцвете сил и те слухи, которые вы слышите по телевизору, по радио, меня иногда часто спрашивают, типа, завтра, завтра Солнце взорвется или нет, это все вред. Ему, вот этой звезде, жить еще, еще где-то столько же, сколько прожила она, где-то 4,5-5 миллиардов лет и она будет в этом состоянии жить спокойно и будет светить нам, надеюсь, никаких атаклизмов не будет, никто не сгорит на Земле, все будет нормально. Но, в конце, в конце вот этого срока, когда у него закончится топлера, вот через 5 миллиардов лет у него закончится топлера, что делать? Нужен какой-то выход, да, особенно с курсом сегодняшнего доллара, или ценой нефти, топливо очень быстро затянутся. И что делать? Звезде придется найти какой-то выход. Мы помним, что гравитация ее пытается убить, до сих пор пытается убить. Прошло 10 миллиардов лет, она до сих пор пытается убить. И ей нужно найти выход. И этот выход звезда находит просто-просто в ожидании. У нее кончилось топливо, у него нету водорода. Атомарный водород весь превратился в гелий. Но вы скажете, ну пусть она сжигает гелий, что ему мешает? Мешает то, что гелий тоже очень капризный. И ему нужно для сгорания очень высокие температуры. Ему нужно где-то в 10 раз высокая температура, чем для водорода. И звезде ничего не остается, как сидеть и ждать, пока гравитация ее сжимает до тех пор, пока в ее центре начинает температура доходить до 150-200 миллионов градусов. И тогда уже начинается термоидерная реакция при сжигании гелия. Но так как количества гелия мало, и это сжигание продлевается очень коротко. Это бывает где-то там несколько миллиардов или может намного меньше. Миллионы лет. Уже счет идет на миллионы лет. И ничего с этим не поделаешь. Гелий сжигается в углерод и начинает сжигаться углерод. И смерть неизбежна. Сколько бы ты ни сжигай, а конечное количество топлива. И звезда потихоньку начинает сжигать все, что у нее есть. Вот последние капли начинают бороться с гравитацией. Температура в центре начинает расти. Звезда начинает надухать. И температура настолько становится высокой, что из-за этой температуры начинают скипать все внешние области, вся атмосфера. И она начинает испаряться. Просто атмосфера начинает испаряться. И вот примерно какого размера звезда была в нашем Солнце сегодня, например, и капли, она станет. После вот этого нам духания. И вот здесь на диаграмме показано, как она будет двигаться. То есть она начнет становиться гигантом, потом супергигантом, потом уже за несколько десятков тысяч лет она сбросит вот эту внешнюю оболочку, которая скипела, которая ее атмосфера, она больше ей не нужна. И она превратится в вот такое вот красочное явление, место звезды останется, как планетарная туманность. Это реальная фотография, реальная фотография Хаббла. Вот такая вот красота существует у нас во Вселенной. Звезда выбросила свою оболочку, внешнюю, свою атмосферу. Осталось в центре крошечное остаток, крошечный остаток звезды, про который я чуть похуже раз не поговорю. Но вот такое вот красочное явление происходит. Планетарная туманность. Образуются такие кольца, иногда не кольца, иногда из-за того, что в центре было несколько звезд могут образоваться в разном вида, но это очень-очень красивое явление. А в центре остается объект, который называется белым карликом. Это очень такой интересный объект для наблюдения. Вот мы помним, гравитация пыталась сжать звезду, и она все-таки ее сжала до таких размеров, как наша Земля. Вот представьте, от нашего Солнца останется такой объект, который очень компактный, очень плотный, и он с размером в Землю, но гравитация тоже не всесильная, и она не смогла езжать дальше, потому что в звезде, вне этой звезды существуют такие крошечные элементарные частицы, они отрицательно заряжены, и они не любят, когда на них давят. Кто скажет, что это за объекты? Электроны. Электроны. Да, это электроны. Они отрицательно заряжены, и у них, когда их появляется давление электронов, которое сдерживает звезду от коллапса. Вот эти крошечные объекты спасают целую звезду от абсолютного коллапса, в сингулярность, и сдерживают эту звезду. А вот эта звезда, она такой остаток звезды, и она будет еще жить долго, и, надеюсь, счастливо. Это такой пенсионер, звезда пенсионер, которая будет сжигать все свое топливо, которое накопило за свою жизнь, и будет потихоньку потухать со временем. Больше ничего такого красного нет. Но наше солнце, оно как звезда одиночка. К сожалению, рядом с ней нету никакого компаньона, это может придуться, но с другой стороны спокойно живет себе, я не знаю. Есть звезды, которые находятся дальше в системе, но они так близко, чтобы спасти ее. И так также то же самое будет происходить в нашем солнце. Но если вы стали пенсионером и за свою жизнь накопили много вещества, то в старости вас ждет не знаю, очень много интересного. Но к сожалению, нашим солнцем это не грозит. Произойдет нечто иное, если у вас есть компаньон, во время своей жизни был компаньон, и он остался молодым, или после своей смерти когда белый карлик притянется к другому компоненту или наоборот, к нему что-то притянется, так как у него очень сильное гравитационное поле, он очень компактный, но он очень сильный. И когда притянется к другой звезде, более молодой, он просто начинает этот белый карлик просто не знаю, красть материала от той звезды, то есть начинает красть водород у более молодой звезды и просто начинает этим питаться, спасти себя. Но не все так просто, после того, как эта звезда подходит к другой более молодой звезде и начинает красть у нее материал, происходит она, как, я не знаю, очень-очень жадная звезда, начинает красть стопик, что он уже не может с собой умнести просто. И в ее недрах происходит термоядерный взрыв, и звезда просто взрывается, потому что она больше не может это все внести в себе. Она взрывается и этот взрыв известен нам, как взрыв сверхновой типа 1А. За исследование этих сверхновых получали уже Нобелевскую премию, Нобелевскую премию, ну, одну, или два, я не помню. Но они очень важны для очень, по ним очень многое можно сказать подселенной, потому что они взрываются при той же самой массе, то есть звезда накопила, неважно какая это была звезда, она накопила как бы-то массово и взорвалась, они всегда взрываются при той же одной и той же массе. И следовательно, как бы дальше они взорвались, мы можем сказать, какая энергия была при взрыве, и следователь может сказать, как далеко это было, как это кто-то держит, знаете, свечку и отдаляется, вы, зная, что это свечка, вы можете сказать, она далеко или близко, да, и то же самое со сверхноморами 1А, они очень важны для этого исследования, после них остаются вот такие вот тоже красочные объекты, остатки сверхноморок, а в центре остаются вот другие экстремальные объекты, про которые поговорим чуть позже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...